Транспортный налог и то, каким он мог бы быть, пожалуй, наиболее обсуждаемая тема в последние несколько лет. Владимир Васильевич, как считаете, при помощи инициатив жителей региона и всех заинтересованных служб, удалось ли законодателям действительно подобрать и выработать оптимальный вариант? Александр, ну что такое вот оптимальный вариант? Это вариант, который должен, в принципе, устроить все стороны взаимоотношений, да, физическое лицо, организации с одной стороны и государство с другой стороны. Налог, он сам по себе, он должен быть прост. И вот, кстати, как отметил сейчас на 6-м Всебелорусском народном собрании глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, он должен быть легок. Вот эта система, которая предложена сейчас, она проста и она легка. Есть имущество, заплати налог. Заплати налог и спи спокойно. Владимир Васильевич, ну вот если говорить про зарубежный опыт, вы наверняка все эти несколько лет вместе с коллегами тоже его изучали, как вам кажется, мы подобрали универсальный вариант, который, по вашим словам, действительно отвечал бы интересам и государства, и простого человека. Что говорит зарубежный опыт в этом плане? Если посмотреть на нашу соседку, Российскую Федерацию, да, Россию, там есть такой вид платежа. Действительно, физические лица, если мы будем говорить о физических лицах, физические лица уплачивают его ежегодно по сроку 1 декабря. И опять же, сколько платить, направляет информацию налоговой инспекции. В Японии такой платеж, он состоит из трех видов платежа. Не буду останавливаться. Это при приобретении транспортного средства, при переоформлении его, и потом ежегодно в мае месяце. Если говорить о развитой стране Сингапур, там, наверное, еще сложнее. Потому что право приобрести автомобиль надо выиграть на аукционе, его приобрести. При приобретении автомобиля человек платит не только стоимость автомобиля, но и 140% от стоимости автомобиля уплачивает сам налог. И другие платежи. Я считаю, что в Республике Беларусь на сегодняшний день оптимальный и хороший вариант. Говоря о модели нашего государства, транспортный налог с 2021 года теперь не привязан к факту прохождения техосмотра, а привязан к факту наличия автомобиля. Все верно? Да, все верно. Действительно, платит налог тот, кто владеет транспортным средством. Нет необходимости теперь проходить техосмотр. Техосмотр и для того, чтобы уплатить налог. Техосмотр он проходит самостоятельно, а налог уплачивается ежегодно за владение транспортным средством. Насколько годовая оплата станет меньше? Ну, если сравнивать с уровнем государственной пошлины за допуск транспортных средств, транспортным налогом для физических лиц, это большая категория сегодня платящих, это примерно 20-30% ниже, чем тот уровень был государственной пошлины. Еще здесь есть одна особенность. Раньше градация по максимальной массе автомобиля, где у нас в паспорте указано, полторы тонны, раньше следующая была 2 тонны, теперь градация в 250 килограмм, то есть полторы, тысяча семьсот пятьдесят, две тонны, и так вот через 250 килограмм дальше. Это позволяет, скажем так, минимизировать расходы по уплате данного платежа. Раньше или три, или шесть базовых. А сегодня есть еще и промежуточный платеж. Это выгодно, в принципе, физическому лицу и достаточно хорошо для государства. В интересах человека, в первую очередь, как понимаю. А если о схеме уплаты речь об ежегодном платеже, расскажите, я так понимаю, что вопросов по-прежнему немало у зрителей, как и когда жители региона узнают о том, когда же нужно платить? Сразу хочу сказать о том, что сегодня налоговый орган аккумулирует информацию, которая поступает из органов госавтоинспекции, о наличии транспортных средств у физических лиц, у организаций, соответственно информацию гостехосмотра, соединяем это все в единую базу, получаем общее количество транспортных средств, по которым должен уплачиваться налог, и не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным, то есть 2023 год, налог будет уплачиваться за 2022 год. Не позднее 1 сентября мы направляем извещение на уплату платежей налогового органа, и не позднее 15 ноября сумма должна быть уплачена физическим лицом в бюджет. Для организации немножко другой порядок по срокам уплаты. Если говорить про переход на 2021 год, то здесь, скорее всего, это будет ноябрь-декабрь, придут квитки, и как это будет выглядеть? 2021 год действительно, Александр, правильно подметили, он переходным, является годом. Здесь уплачивается авансовый платеж, если за 2021 год не платилась государственная пошлина. Если платилась государственная пошлина хоть за какой-то 1 месяц или за 2, тогда транспортный налог вообще не уплачивается в 2021 году. Если не платилась, в 2021 году придет извещение на уплату одной базовой величины, и по сроку 15 декабря этот налог необходимо будет уплатить. В 2021 году по сроку 15 декабря 29 рублей одну базовую величину. Все остальное налоговый орган пересчитает в 2022 году, как я говорил, по сроку сентябрь и по сроку ноябрь. А вот еще один из наиболее распространенных вопросов, который поступил к нам на горячую линию Беларусь-4, я думаю, что ваши коллеги тоже с подобными мнениями от жителей региона сталкиваются. Цитирую, оплатил по счетам в конце 2020-го в разы больше, чем платят сейчас. Можно ли рассчитывать на возврат части суммы? Ну, наверное, не в разы больше, а я уже сказал, это процентов 20-30. Уже давайте быть так вот как-то пунктуально и говорить о фактических вещах. Физическое лицо оплатило государственную пошлину, совершило юридически значимое действие, получило разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, введен транспортный налог. Возвращаться госпошлина не будет. Но есть плюс, если оплатил, то за 2021 будет начислен ноль. Если оплатил за весь 2021. Но если заплатил, например, за январь-октябрь, за 10 месяцев, то за этот период не начисляется, а начисляется только за ноябрь и декабрь, и это будет предъявлено в 2022 году. И еще один момент в завершении этого блока, связанный с льготами. Они тоже предусмотрены. Кто может рассчитывать на скидки, скажем так, в этом плане? Я не знаю, насколько подтвердит нам госавтоинспекция, но самая, наверное, большая скидка это будет по транспортным средствам, которые 1991 года и старше. Эти транспортные средства не подлежат налогообложению. Конечно, льгота есть для инвалидов первой и второй группы. Это 50% и для пенсионеров 50%. 25% льгота для инвалидов третьей группы. И вообще освобождены от уплаты налогов те транспортные средства, которые оборудованы специально для передвижения людей с инвалидностью. Мы знаем с вами, это факт, который остается фактом в нашей истории. Большое количество людей, большой процент жителей Беларуси игнорировали уплату на протяжении последних несколько лет госпошлина. Каковы шансы у тех, кто и дальше планирует не платить? Александр, слово игнорировали такое, какое-то такое жесткое, да? Да, может, и интеллигентно еще, смотря как посмотреть. Наверное, не соблюдали в полном объеме исполнение налогового обязательства, да? И не уплачивали государственную пошлину. Наверное, такой полной статистики нет, но если использовать те информационные ресурсы, которыми обладают налоговые органы, конечно, процентов 34 физических лиц только производили уплату государственной пошлины. Ситуацию надо было менять, чтобы все действительно формировали и участвовали в формировании бюджета. Есть ли шансы по старинке жить и не платить? Я считаю, что здесь каждый автомобиль, который учтен сегодня, он подлежит налогообложению. То есть в такой ситуации, как было, передвигался на транспортном средстве, не уплативший налог, это уже исключено. Имеешь автомобиль, ты за него заплатишь. Если не заплатил, это будет начисляться пеня. И, соответственно, по административному кодексу, статья 14.4, предусмотрена административная ответственность. Я только скажу про физических лиц, да, это 15% от неуплаченной суммы платежа, но не менее полбазовой величины. Если ты умышленно это делаешь, 40% и не менее 10 базовых величин. Я считаю, что такие случаи будут исключены. Если не уплатил, на удержание в органы АПИ, и, соответственно, все равно будет бюджет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова